Всех приветствую! Сегодня мы находимся в лесах Ивановской области и хотим посетить старый пионерский лагерь Рябинка. Лагерь был очень маленький, он находился в живописных местах и сегодня мы погуляем по его территории. Мы вошли на территорию лагеря и сейчас вот по этой тропинке мы пройдемся вглубь. Нам очень интересно, что осталось от корпусов. Я думаю, сейчас мы до них дойдем и будем смотреть. Вот уже впереди я вижу строение, старые домишки. Лагерь этот был очень старый, вероятно, в этих домишках и проживали когда-то дети. Тропинка совсем заросла, но тем не менее именно по ней как раз дети и ходили. Сейчас в это верится с трудом. Ну и вот действительно, вот они эти домики. Очень маленькие, необычные постройки. Такие ступеньки ведут в этот домик. Очень маленький домик. Скорее всего здесь убиралось только, а может быть две кровати, одна-две кровати и все. Очень маленький домик. Здесь шкафчик для одежды. Ну и здесь, вероятно, тоже. Я не думаю, что здесь были санузлы. Нет, конечно, санузлы однозначно были на улице. И сейчас я хочу пройтись дальше по этой заросшей аллее и посмотреть на другие домики. Здесь дерево преграждает нам путь. Сейчас обойдем аккуратненько. Этих домиков здесь около восьми штук. И все они абсолютно одинаковые. Необычные действительно дачки. Вот это я вижу. Дачка номер три, судя. Нет, это дачка номер тринадцать. Я ошибся. Значит, этих домиков было не меньше тринадцати. В точности такой же домик. Состояние в целом неплохое. Тумбочки здесь стоят. От кровати уже ничего не осталось. Вот домик номер четырнадцать. Ну, он уже покосился. Скорее всего, скоро он рухнет. Хотя в целом они были построены на совесть. Да, чувствуется, очень давно здесь никто не ходит. И не знаю, живы ли те, кто когда-то здесь отдыхал в этих домиках. Судя по всему, этот лагерь заброшен уже очень давно. Далее, смотрите, дерево упало и полностью преграждает нам путь. Аллеи домиков еще продолжаются. Там два или три домика впереди. Но я думаю, туда мы уже не пойдем. А пройдемся еще по территории в другую сторону. Дорогие друзья, мы видим здание столовой. Это здание из красного кирпича. Здесь когда-то был главный вход в это здание. Если приглядеться, то можно различить здесь буквы. Здесь было написано «Добро пожаловать». Ну, раз «Добро пожаловать», то мы обязательно воспользуемся этим приглашением. И зайдем в столовую. Здесь очень прохладно царит приятный полумрак. И смотрите, какой огромный бильярдный стол. Затрудняюсь сказать, сколько он здесь стоит. Он уже весь сгнил, но тем не менее он стоит. И кажется, еще ждет, что кто-то придет и будет катать шары. Ну, а сейчас мы пройдемся по другим помещениям этого здания. Темновато, но я надеюсь, вам будет видно. Здесь мы видим всякие подсобные, кухонные помещения. Надпись на двери «Кладовая сухих продуктов» здесь была. Там кромешная тьма. Вот такое раздраяное кухонное помещение. Здесь когда-то стоял холодильник, судя по надписи. Плитка повсюду. Здесь по темному коридору мы идем в сторону обеденного зала. Вот здесь когда-то была кухня. Сохранились вытяжки и плита. Большая плита. Довольно-таки большое помещение. И мы идем дальше в сторону обеденного зала. Трудно представить, но здесь когда-то кушали ребятишки. Такой обеденный зал. Довольно-таки большой. Из него мы видим другие помещения. Еще одна комната. Здесь сохранилась вытяжка, смотрите. И те самые стаканы, из которых когда-то пили ребятишки компот или молоко. Как давно прошли те времена. Пустой шкаф. Еще одна дверь. На ней такая надпись. Посторонний вход запрещен. Но я думаю, что мы не посторонние. По крайней мере сейчас. Мы хотим зайти и посмотреть, что может здесь находиться. Это был туалет. А здесь, смотрите, какая раритетная вещь. Старый проигрыватель. Россия стерео. Когда-то можно было пластинки слушать. Здесь же мы видим один из кабинетов. Когда-то здесь, видимо, находилось начальство. Остатки мебели. Остатки мебели. Старый журнал. Абсолютно пустой. Да, ничего в нем нет. Первой очередной обязанностью каждого работника лагеря является спасение жизни детей при пожаре. Вот такая старая бумажка. Это, безусловно, инструкция по безопасности. Старая газета «Комсомольская правда». Интересно посмотреть, от какого она числа. 2007 год. Надеюсь, вам видно. Такая газета. Еще один кабинет. Тоже здесь шкафы. Какой-то журнал увидел. Сейчас посмотрим. Это спортинвентарь. Социалистические обязательства. Третий отряд. Второй и первый отряд. Надписи датированы июня 1998 года. Я думаю, как раз тогда этот лагерь и закончил свое существование. Мы подошли еще к одной комнате. Вот такая здесь надпись «Планета чужие». И имена и фамилии детишек, которые когда-то отдыхали в этом лагере. Я думаю, что скорее всего в этом помещении находилось что-то вроде пионерской комнаты. висят плотчьями обои. А здесь шкафы очередные. Тоже большая комната. Абсолютно пустая. Дорогие друзья, ну и прежде чем мы покинем это здание, я хочу показать какие красивые рисунки были здесь на стенах. Я надеюсь, что вам видно. мы обошли территорию лагеря. Возможно, здесь были еще другие строения, но сейчас их уже нет. Нам было очень интересно прогуляться по этой территории и показать вам, что осталось от этого лагеря. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это маленькое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!